Здравствуйте! Всех зрителей БукТВ мы приглашаем в студию программы «Итоги недели». Ярин Левчук. А в ближайшие полчаса – рассказ о событиях Бреста. Неделя позади. Самое время узнать о ключевых моментах, которые произошли в эти семь дней. В итогах недели самое важное из того, о чем мы рассказывали, а также то, что осталось за кадром – главная тема сегодняшней программы. Приоритеты по сотрудничеству Беларуси и Иркутской области определены до 2025 года. Белорусская делегация во главе с председателем Брестского углосполкома Юрием Шулейко приняла участие в седьмом заседании рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Иркутской области. Прямая телефонная линия – как маркер, как срез тех городских проблем, которые есть. Председатель городского исполнительного комитета Александр Рогачук провел общение онлайн с брещанами. Люди стремятся к диалогу с властью. Карелия готова активизировать диалог с Брещиной. Соглашение о сотрудничестве подписали карельская инвестиционная компания РБК и открытое акционерное общество «Жабенковский комбикормовый завод». Поможем Вове Бучукуре вместе. В городе Надбугом в торговом центре «Экватор» проведена благотворительная акция по сбору средств на лечение маленького брещанина. В эфире программа «Итоги недели» и начнем, пожалуй, с одного из самых главных событий – рабочего визита делегации Беларуси в Иркутскую область России. Юрий Шулейко, председатель Брестского областного исполнительного комитета, возглавляет белорусскую делегацию, поскольку является ответственным за координацию сотрудничества Беларуси с Иркутской областью. Наша делегация весьма представительная. В ее составе руководители крупных промышленных предприятий Беларуси – МАЗ, БелАЗ, МТЗ, Амкадор, БелКоммунмаш. Брещену представляют Кобринский маслодельно-сыродельный завод, Березовский мясоконсервный комбинат, Малорицкий консервно-овощесушильный комбинат и Брест-газоаппарат. Программа форума насыщенная и многоплановая. Работа началась сразу по приезду – с открытия биржи деловых контактов и конференции для предпринимателей Иркутской области с участием представителей деловых кругов нашей страны. Встреча организована Брестским отделением БелТПП и Торгово-промышленной палатой Восточной Сибири. Возможность пообщаться в формате B2B – прекрасный шанс для представителей деловых кругов двух стран найти общие точки соприкосновения. Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области и Юрий Шулейко, глава Брестского региона, также провели рабочую встречу, на которой были обсуждены вопросы поставок из Беларуси дорожно-строительной, самосвальной и сельскохозяйственной техники. Мы создали условия, где бизнес уже сам выстраивает свои взаимоотношения. И эта двухдневная встреча, я думаю, что для многих варианты развития бизнеса в непростых, сегодня сложных экономических условиях, они есть. И в этом формате мы должны вместе работать. И как правительство, создавая условия, и как организация, которая выполняет определенные услуги по дорожной деятельности, по сельхозпроизводству, все, что связано с утилизацией мусора и твердых бытовых отходов. Вот эти моменты, они, еще раз говорю, фиксируют возможность находить те ниши, которые интересны бизнесу, и как Беларуси, так и бизнесу Иркутской области в лице Российской Федерации. В выступлениях подчеркивалось, что стороны заинтересованы в укреплении взаимовыгодного сотрудничества и поддержке друг друга. По мнению Юрия Шулейко, эта встреча показала, на каких направлениях следует сосредоточить внимание и продолжать работать по дорожной карте, которая была выработана ранее. Мы понимаем, какие сегодня пункты нужно дорабатывать, что нужно расширять или просто уходить в другую сторону, потому что это уже не имеет какой-то необходимости. Но, судя сегодня по заинтересованности, сегодня 36 белорусов приехало для того, чтобы общаться сегодня с Иркутским районом и 90 представителей бизнеса сегодня Иркутской области. Это очень приятно, что мы сегодня видим плодотворные появляются работы. И буквально закончилась одна из встреч, которая показывает, что есть вопросы обоюдные, которые нам необходимо сегодня решать, как здесь на оригинальном уровне, так и на правительственном. В этот же день состоялось открытие сервисного центра открытого акционерного общества «Амкадор» на площадке предприятия «Карьерная машина». В этот день белорусские промышленники посетили частное предприятие «НРПредгидравлик», которое специализируется на проектировании и производстве гидравлического оборудования и инструмента для всех отраслей промышленности. Второй день рабочего визита был не менее насыщенным и результативным. В этом прошло седьмое заседание рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Иркутской области. Основным вопросом встречи стало обсуждение плана мероприятий по реализации соглашения между правительствами Иркутской области и Беларуси о торгово-экономическом, научно-техническом, культурном и коммунитарном сотрудничестве на 2023-2025 годы. Документ подписали председатель Брескова, был сполком Юрий Шулейко и губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. Также было подписано соглашение об установлении партнерских отношений между селом Тургеневка в Баяндаевском районе и Мотыльским сельским советом Ивановского района. После заседания участники белорусской делегации возложили цветы к мемориалу «Вечный огонь славы» и памятнику Белобородова, отдав дань памяти павшим героям. Документ «Вечный огонь славы» После того, как полностью были уверены в своих силах, провели первое вмешательство. Оперировал сам главный врач больницы Юрий Козлов. Сегодня вы видите реальную революцию, которая произошла не просто в детской хирургии, но в медицине. Теперь за здоровьем детей могут заботиться и выполнять разные операции роботы. То, что сейчас видите, это единственное в стране госпиталь, детский госпиталь, больница, в котором есть хирургический робот. Также белорусская делегация посетила одно из крупнейших российских предприятий по производству социально значимых лекарств – производственную компанию «Фармосинтез». Побывали на площадях Белорусского торгового дома, убедившись, что белорусская продукция пользуется заслуженным спросом у россиян. Глава Брестской области подчеркнул, что подобного рода диалоги дают значимый результат. Товарооборот между нашей страной и Иркутской областью в этом году уже превысил цифру в 102 миллиона долларов. Я думаю, что очередное заседание наших рабочих групп прошло очень плодотворно. Широкий масштаб участников, больше 100 представителей с обоих сторон. Итоги выполнения того протокола – это 95%. И самое главное, что в работе этих двух дней мы наметили серьезные планы нашего дальнейшего взаимодействия, точек роста экономики наших регионов. Мне кажется, что сегодня те реперные точки экономики и работы в условиях санкций экономики сегодня вашего региона, Республики Беларусь, Брестской области позволят объективно достичь определенных успехов, связанных с увеличением товарооборота, укреплением наших экономических отношений. И в дальнейшем, проводя вот такие срезы непосредственно с участием руководителей области, с участием руководителей правительства, в том числе и бизнес-кругов, которые сегодня присутствовали, определенные этапы развития подтверждают теми результатами, которые сегодня есть. Потому что более 16% уже перевыполнения плана товарооборота, значимость проектов и направлений, дополнительные экспортные оппозиции. И здесь у нас нет никаких взаимопретензий у кого-то больше, у кого-то меньше. Все направлено на ту экономику, которая сегодня нам необходима для взаимоотношений. Поэтому результаты, я считаю, очень положительные. И тенденции будут получать ту динамику, которая сегодня ставится главами наших стран, для того, чтобы экономика продвигалась. Сегодня председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук провел прямую телефонную линию жителями областного центра. Общение онлайн – это одна из форм работы с обращениями граждан, и, как показывает опыт, весьма продуктивная. За три часа субботнего интерактива до руководителя города дозвонились 29 человек. Характер звонков, подчеркнул Александр Рогачук, показывает, что город живет своей жизнью – спокойной и достаточно комфортной. И самое главное – люди готовы к диалогу с властью, понимая, что все проблемы можно решить сообща. Немало дозвонившихся озвучивали инициативы и благодарности за ранее оказанное содействие. Все подробности в следующем материале программы. Заключительную в этом году прямую телефонную линию с горожанами провел сегодня председатель Брестского городского исполнительного комитета Александр Рогачук. Такого рода общение на взгляд городоначальника выявляет то, что волнует и беспокоит жители Бреста. В этот раз, отметил мэр, характер обращений свидетельствует о том, что город живет своей спокойной, размеренной жизнью. Радует тот факт, что все меньше у брещан каких-либо глобальных вопросов. Никто не интересовался эпидемиологической ситуацией в городе, и это радует. Значит, все под контролем. Не сетовали на службы ЖКХ, но есть и отличия. Обеспокоенность брещан скоплением фур в северной части Бреста. Это действительно проблема. Мало того, что это вызывает нарекания рядом проживающих людей, но это и санитарная обстановка, разбитые дороги, бордюры. Очень много вопросов, что правила парковки нарушают, что обочины приводят в непорядок. И поэтому здесь, конечно, эта тема достаточно серьезная и требует кардинального решения, которое, надеюсь, будет реализовано в ближайший год. Я приведу большую площадку отстоя для всех этих фур, которые есть в планах у Белтамуж-сервиса. Есть и еще несколько отличий. Например, тяжбы между соседями, проживающими в частном секторе, которые не могут уладить конфликт самостоятельно. С многоквартирных домов не было ни одного обращения, что кому-то холодно, тепло, жарко. То есть не было. А вот в индивидуальном секторе, в частном секторе, к сожалению, конфликты, соседские конфликты и желание сторон, оппонирующих друг к другу, вовлечь городские власти в решение этих споров. Ну, конечно, это такая тема сложная, но мы будем в соответствии с законом реально выслушивать все аргументы и принимать соответствующие решения. Несколько раз поднималась тема транспортного сообщения, в частности, по организации дорожного движения, разметки, работе светофоров. Раньше их практически не было. Это тоже заставит нас вместе с соответствующими структурами более детально проработать вопросы работы светофоров, разметки, особенно на таких больших перекрестках, вот как были два обращения, это улица Московская и Пионерская, вот этот сложный перекресток. Все остальное очень доброжелательно, очень позитивно. Брещане чувствуют себя защищенными, чувствуют, что органы власти способны решить их вопросы. Проблемы, возможности их решения и перспективы для каждого человека все это индивидуально и ответственно, для руководителя особенно. Но в любом случае вектор движения задают именно те, кому не все равно. Те, кто душой радеет за дело. Брещане люди неравнодушны и чувствуется это даже вот на таких прямых телефонных линиях. Кстати, что касается новогодних праздников, кролик с редкой кличкой Тузик предложили переименовать в Брестик. То, что Брещане, хочу заметить, не молодого возраста, а пенсионного возраста, обсуждает символ года наступающего и предлагает переименовать Тузика в Брестика, я считаю, что это замечательно, когда вот именно такие моменты, в том числе, волнуют наших горожан. Это просто правильно, и даже, я бы сказал, меня тогда в хорошем плане порадовало, потому что, вероятно, у людей больше нет никаких проблем, и им хочется вот это еще немножечко добавить себе позитива. Лариса Осмолович, Эдуард Бакунович, Юрий Лемонтович. Специально для программы «Итоги недели». Некоторые вопросы, озвученные Брещанами на прямой телефонной линии с председателем гурсполкома, касались проведения ремонта домов. Эта тема интересна и нашим корреспондентам, поскольку касается всех и каждого. Прояснили для себя, делимся информацией с вами. У любого жилого многоквартирного дома есть свой срок эффективной эксплуатации. Он напрямую зависит от условий содержания сооружения, а также материалов и технологий, которые использовались при строительстве. Как правило, после истечения данного срока зданию требуется капитальный ремонт. А так как в жилищном фонде нашего города порядка 70% домов еще времен советской эпохи, то многие из них по понятным причинам ждут своей очереди на проведение капитального ремонта. Сколько домов отремонтировано в текущем году и какие планы на грядущий 2023-й, узнаем из следующего сюжета программы «Итоги недели». Вот так еще в июле выглядел дом под номером 72 по улице Героев обороны Брестской крепости. Тогда, после долгих лет жизни, старичку явно требовалась скорая строительная помощь. Сегодня, после проведения капитального ремонта, он чувствует себя гораздо увереннее. В этом году, в соответствии с утвержденным графиком работы, запланировано выполнение работ по капитальному ремонту на 33 жилых домах в городе Бресте. Источниками финансирования являются средства отчисления населения и средства городского бюджета. Город нам выделил 11 миллионов 200 белорусских рублей. В числении населения порядка 8 миллионов 100 тысяч. На данный момент строительно-монтажные работы завершены по 23 объектам. Здания поэтапно введены в эксплуатацию. К ним относятся и дома из жилого комплекса по Гаврилово, ранее имевшие неэстетический вид и представлявшие опасность из-за обвалов фасадной плитки. Разницу до и после видно невооруженным глазом любому. Но в полной мере ее могут оценить только сами жильцы. Ну, раньше такой же самый обвезлый, как соседний 12-этажный дом. Так и наш был. А сейчас? Ну, сейчас дом красавец, можно сказать. Основным перечнем работы являются работы по ремонту кровли и фасада. Замене окон и дверей в местах общего пользования. Инженерных систем в подвальных помещениях, техническом подполье. Нормативный срок проведения ремонта занимает от 3 до 4 месяцев. А критерии отбора домов для ремонта следующие. Техническое состояние жилого дома, конструктивных элементов, инженерных систем жилого дома, сроков службы жилого дома, в том числе срока службы инженерных систем. Нами, как обслуживающие организации, проводятся весенние, осенние осмотры. Понятно, что каждый из жилищно-эксплуатационных служб определяет для себя необходимые дома, которые требуют капитального ремонта. Соответственно, мы рассматриваем возможности, включаем перспективные программы в соответствии и в дальнейшем текущий график капитального ремонта. Объемы работ полностью зависят от финансирования. Для сравнения, если в текущем году в плане объектов, подлежащих проведению капитального ремонта, значилось 33 жилых дома, то в 2023 году уже 36. В настоящее время по ним разрабатывается проектно-сметная документация. Людмила Логодич, Эдуард Бакунович и Юрий Лемонтович. Итоги недели. Вы смотрите программу «Итоги недели» на Бук-ТВ. Продолжаем выпуск. С 2014 года Жапенко является городом-спутником Бреста. Присвоение этого статуса стало мощным стимулом для развития и дало новый виток в совершенствовании во многих сферах, включая строительство, экономику и промышленность. К примеру, в текущем году проведен первый республиканский форум городов-спутников и подписаны соглашения о сотрудничестве с городами-побратимами Российской Федерации. На этот раз в рамках рабочего визита представителей республики Карелия в Брестский регион было подписано соглашение о сотрудничестве между производственным подразделением карельской инвестиционной компанией РБК и открытым акционерным обществом «Жабенковский комбикормовый завод». Людмила Логодич продолжит тему. Республика Карелия – удивительный по красоте и природному богатству регион, где более 60 тысяч зеркальных озёр и 20 тысяч быстрых рек. В этом заповедном крае с большим туристическим, экономическим и промышленным потенциалом живёт более 500 тысяч человек. И особо приятно, что в этническом составе населения белорусы занимают третье место. Брестский регион имеет тесное взаимодействие с Республикой Карелия. Только за 10 месяцев текущего года внешнеторговый оборот составил более 2 миллионов долларов, что на 86% больше, чем за аналогичный период прошлого. Цель рабочего визита делегаций из Карелии в Беларусь и, в частности, в Брестскую область – нарастить существующие темпы сотрудничества и развить новые направления. Посетили Республику Беларусь вот сейчас, уже в конце 2022 года, очень представительной делегацией Республики Карелия, куда вошли не только государственные служащие, члены правительства Республики, но также наша миссия представлена очень обширно членами бизнеса по различным направлениям. Это и производители Республики Карелия в сфере деревообработки, в сфере специальных средств защиты. Мы видим, что Республика Карелия активно взаимодействует с предприятиями Республики Беларусь. Мы видим, что за последние 5 лет растет существенно товарооборот. Даже в 2022 году, уже по итогам третьего квартала, мы видим, что этот рост составил 13%. Но, учитывая нынешнюю геополитическую ситуацию, конечно, для нас этого недостаточно. Мы бы хотели, чтобы этот рост был, конечно, в разы больше. Важным шагом на пути к достижению этой цели стало расширение сотрудничества с одним из градообразующих предприятий города Жабинки – комбикормовым заводом, продукция которого поставляется во многие субъекты Российской Федерации. В предприятии трудится 400 человек. В этом году мы реализовали два инвестиционных проекта. Это модернизация линии по производству кормов для домашних животных, а также модернизация линии комбикормов для крупнорогатого скота. Буквально несколько недель мы подписали также соглашение с Институтом животноводства Национальной Академии Наук, что дало нам также новый виток по качеству продукции. С учетом того, что сегодня уже предприятие работает прибыльно, по итогам года мы планируем получить прибыль в размере 3,5 миллионов рублей, мы готовы вкладываться, модернизироваться и двигаться только вперед. Новым этапом развития стало подписание соглашения о сотрудничестве предприятия с Карельской инвестиционной компанией РБК. Оно имеет два основных направления. С одной стороны, на основе инновационных кормовых добавок, предоставленных российскими партнерами, в Жабинке разработают новые рецептуры и произведут кормовые добавки. С другой, в соглашении прописано обязательство о представлении данной продукции на территории Республики Карелия. Сегодня у нас с нами на подписании соглашения присутствует наше карельское инновационное предприятие «ТДМ», которое сегодня подписывало соглашение. Это предприятие на протяжении долгого времени ведет разработки по использованию уникального, который только в Карелии существует, минерала «Шунгит». И мы, конечно, надеемся, что вот это соглашение, которое сегодня подписано с комбикормовым заводом, оно даст старт очень длительному и очень продуктивному взаимодействию по расширению поставок нашего минерала уникального и производных из него за рубеж Российской Федерации на территории Республики Беларусь. Наше предприятие подошло к пороговому значению, когда нам просто необходимо произвести качественный скачок, качественный переход. Мы диверсифицируем виды нашей продукции, имеем высокие компетенции именно в производстве кормов для ценных пород рыб. Что я под этим подразумеваю? И технологии у нас отработаны, и кадры отработаны. Мы знаем, как это производить и как это производить качественно. Поэтому в тех условиях, в которых находится экономика предприятия, экономика государства, условиях санкционного давления, нас интересует этот проект, и мы считаем его перспективным. В этом нет сомнений, ведь у Брестского региона и Карелии есть уже за плечами реальная, успешная, хорошо работающая схема сотрудничества. Республика Карелия – лидер по выращиванию форели на территории Российской Федерации. И именно она является основным импортером этого вида рыбы на брестское предприятие «Санта-Бремор». Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Итоги недели. Жизнь не стоит на месте. Мы все куда-то спешим, торопимся. Множество ежедневных дел, забот, обязанностей. Дом, работа, дети, планы на отпуск, на новогодние праздники. А вот у семьи Бучукурии планы совершенно другого толка. Их пятилетнему сыну срочно требуется наша помощь. Помощь неравнодушных людей. У малыша страшная болезнь. Глиома – ствола головного мозга. К беде семьи Бучукурии не остались безучастными множество брещан. Они откликнулись, чтобы помочь организовать сбор денег на лечение. 120 тысяч долларов – сумма для семьи неподъемная. Но неравнодушные брещане верят, что одна маленькая жизнь стоит гораздо дороже. А потому благотворительная акция собрала искренних и талантливых людей в стенах торгового центра «Экватор». К ней присоединилась и съемочная группа нашего канала. Анастасия Мелешкевич продолжит тему. Брещане – люди, которые не безразличны к чужой беде. Это уже неоднократно доказано. Многим детям и взрослым людям оказана помощь. Пришла беда в дом семьи Бучукурии. В сентябре пятилетнему Вове поставили страшный диагноз – глиома – ствола головного мозга. Чтобы помочь семье и не оставаться в стороне, в торговом центре «Экватор» была организована благотворительная акция. Волонтеры и представители общественных организаций делали все, чтобы помочь семье Бучукурии собрать неподъемную для них сумму – 120 тысяч долларов. Кобринский маслодельный и сыродельный завод всегда старался проявлять какое-то довольно серьезное участие в подобных мероприятиях, потому что к нам довольно часто обращаются различные организации социального направления и детские учреждения. Мы стараемся всегда быть отзывчивыми, постоянно выезжаем, фирмные сувениры всегда выделяем, и продукцию, и финансово стараемся помогать, какие-то развлекательные программы проводим. Надо проявлять какое-то душевное тепло, и особенно, конечно, к детям, потому что это наше будущее, это наше все, и мы не имеем права просто оставаться в стороне от этого. Вова – чудесный мальчик с корими глазками и чистой душой, веселый, озорной. Ему хочется ходить в детский сад, гулять с друзьями, бегать, веселиться, как другие дети. Но вот беда. Из-за страшного диагноза это сегодня невозможно. Случился конъюнктивит на правом глазу. Ну, после этого были проведены определенные процедуры, посещение врача в нашей Брестской областной больнице, где были выписаны там определенные препараты. Конъюнктивит мы победили в течение нескольких дней. Ну, стали обнаруживать, что один глаз моргает чаще, чем правый. А потом увидели, что правый глаз, он просто не закрывается, поэтому обратились к специалистам Брестской городской детской больницы. Мы приехали туда утром, и после осмотра неврологом он сказал, что нам необходима срочная госпитализация с ребенком, потому что я с ним ездил. Так что мы легли в больницу, был назначен ряд анализов и компьютерная томография головного мозга. После компьютерной томографии меня вызвал к себе заведующее отделение неврологии с врачом. Ну и объяснили, что у ребенка присутствует некое новообразование в головном мозге. Как обычный ребенок, он хочет в садик, он скучает по своим друзьям, по своим подружкам, которые входят в садик, а он не ходит в садик. И он осознает, что что-то ему нужно выздороветь, для того, чтобы он мог вместе с ними играться и бегать. Потому что, когда он выходит на улицу, у него только один вопрос. Мы идем туда, где дети, потому что другого интереса у него нет. Ему не интересно просто ходить, он хочет идти к своим сверстникам. Но, исходя из того, что происходит с ним, он понимает, что, смотря в зеркало, что у него есть, какие-то отклонения, которых раньше у него не было. Хирурги в один голос говорят, опухоль неоперабельная, потому что обойти окружающие ткани невозможно. Но, чтобы помочь ребенку немного замедлить рост опухоли, маленькому Вове провели протонную терапию. Сейчас проходит тот период восстановления, который необходим для того, чтобы организм, наверное, вернулся в свое прежнее состояние. Но остальное – это в руках Всевышнего. И мы все надеемся вместе с вами, молимся за то, чтобы протонная терапия, она не просто стабилизировала ситуацию, чтобы она просто уничтожила то, что у него там есть, которое пагубно на него влияет. Потому что всегда лучше отдать денежные средства, собранные на благотворительность кому-то другому, кому они на самом деле нужны, чтобы они самому не понадобились. Потому что деньги немалые и деньги собираются всем миром. За жизнь Вовы Бучукури борются все по возможности. Кажется, несколько пожертвованных рублей – такая малость. Но если небезучастных людей будет больше, шансы собрать крупную сумму увеличиваются в разы. А еще во время таких благотворительных мероприятий атмосфера вокруг заряжается лучиками тепла и света, что также важно сейчас маленькому Вове и его близким. Лекарства врачи – это тоже очень важно. Но это дополнение к жизненной энергии, которую мы можем послать от чистого доброго сердца. Я всегда стараюсь не проходить мимо таких акций. Ну, не знаю, возможно, я всегда переживаю душой за деток, которые болеют. И, конечно, мне бы хотелось хоть какую-то маленькую частичку, не знаю, себя лично. Если она поможет, я буду только рада. Детям нужно помогать, особенно те, которые имеют проблемы. Мы все имеем своих детей, да, я уже, слава Богу, имею внука. Поэтому очень хочется, чтобы все мамы были счастливы и их дети были здоровы. А для мамы самое главное счастье – это когда детки здоровы. Ну, а как ни помочь, да, невозможно пройти. Я ищу свой ребенок. Могло бы это быть и своим ребенком. На благотворительном концерте скрипки Дианы и Неринги звучали для каждого из зрителей во имя жизни маленького мальчика Вовы. Жизнь которого можно спасти. Эти две талантливые девушки, организаторы акций, через музыку передали все те эмоции, боли и сострадания. Ведь тайна музыки в том, что она находит неиссякаемый источник там, где речь умолкает. Этот ребенок, Владимир Бучукури, он ходит в детский сад школы номер 7. И вот я там работаю преподавателем по скрипке. И летом стало известно, что он очень болен. И вот по своей инициативе я предложила своей коллеге-скрипачке, тоже мы работаем в дуэте, Неринга и Диана, помочь этому ребеночку собрать денежки и сделать благотворительный концерт. Мы обратились за помощью к ВРСН. Потом написали письмо на предприятие «Врест мяса Молпром» на концерт, чтобы они помогли с организацией дегустации. И привлекли талантливых людей, ремесленников. До этого момента я не была знакома с этим ребенком, так как я преподаю скрипку, а он еще ходил в детский сад. Но по отзывам воспитателей он был очень активный, очень такой непоседа. И мы очень были немного в шоке, когда узнали, что вот такая ситуация произошла. Ну и, конечно, захотелось помочь. Те эмоции, которые меня испытывают, их не передать словами. И то, что самая благодарность моя – это Господу Богу за то, что Он сегодня сделал так, что эти все люди помогают нам, отчасти помогают сами себе, потому что в этой беде одним не справиться. И только он смог все это организовать. На имя семьи Бучукури открыты благотворительные счета в Беларусьбанке. Также можно пополнить счет и по номеру телефона. Плюс 375-33-624-32-43. Декабрь вступил в свои права. А значит, каждый из дней приближает нас к самому радостному и волшебному празднику – Новому году. В Бресте создание праздничной атмосферы в это время – одна из главных задач. Ведь недаром говорят, что как встретишь Новый год, так его и проведешь. Это и многочисленные светящиеся гирлянды на центральных проспектах города, и установленные городские елки, которые совсем скоро зажгут свои огни. Сотни инсталляций в витринах и праздничное оформление прилегающих территорий. Ну и куда же без традиционных новогодних ярмарок на улице Гоголя? Именно здесь начинается Новый год. В этом убедились и наши корреспонденты. В суете ежедневных будней и сменяющих друг друга забот порой так хочется окунуться в настоящую сказку, обменяться подарками, сесть за общий стол с близкими и почувствовать радость праздника. Такую возможность приносит с собой самый долгожданный, волшебный и добрый праздник – Новый год. За что вы любите Новый год? Во-первых, это семейный праздник, это единение всей семьи, это радость, это счастье, это подарки, это желание исполнения мечты, надежда на что-то новое, на то, что в следующий год будет гораздо лучше, чем предыдущий. Новый год – это волшебный праздник. И ты ждешь подарка? Угу. За волшебство. За что мы еще любим Новый год? За то, что можно поверить в чудо. За подарки. А где будете встречать и с кем? В кругу семьи. За рождественские подарки новогодние от родителей. А вы? Мне кажется, за новогодние традиции, оливье, там все такое. А чего ждете в Новом году? Самое главное – здоровье. Создать настроение брещанам в эти особенные зимние дни ежегодно помогает предновогодняя ярмарка на Гоголя. Можно сказать, что это филиал резиденции Деда Мороза на выезде. Мерцающие сотнями тысяч огней гирлянды, всевозможные композиции из натуральных материалов, забавные фигурки, инсталляции. Милые сувениры с кружащимися блестками. Сюда приходят тысячи людей купить подарки и просто получить праздничный заряд позитива. Такие места, как бы они создают какую-то атмосферу зимы. Здесь очень много яркого всего, здесь все блестит так. Это действительно интересное место, в котором много чего нового, много всяких игрушек. Я думаю, каждый найдет для себя на любой вкус и цвет, и елки, и гирлянды, и много чего интересного. Но, пожалуй, самым посещаемым и притягательным на ярмарке является единственный в своем роде, непревзойденный в своих размерах и стальном блеске, огромный самовар. В нем 380 литров, а значит, всем желающим хватит горячего и ароматного чая на травах. Но главное, здесь делятся хорошим настроением и своим теплом. В чай очень много разновидностей, там на пущанских травах он идет. Замечаете ли вы, что у людей поднимается настроение, когда они к вам подходят? Конечно, да, конечно. Здесь такая своя атмосфера получается. Новогодний праздник, то есть все ждут Новый год, Рождество, и мы пытаемся ее создать, чтобы людям было комфортно, и чтобы они прочувствовали этот праздник. В полной мере прочувствовать праздник можно будет и благодаря городским елкам. Лесные красавицы уже установлены в основных локациях Бреста. Совсем скоро все желающих пригласят на их торжественное открытие. И тогда, в самый важный и волнительный момент, когда они засияют мириадами огоньков, малыши и взрослые смогут загадать свое самое заветное желание. Людмила Логодич, Андрей Щерба, Юрий Льмонтович. Итоги недели. Мы рассказали о событиях Бреста за неделю. Такими их увидели мои коллеги-журналисты Бук-ТВ. А если вы знаете то, что неизвестно нашим корреспондентам, звоните. Номер в Бресте 54-63-67. Не забывайте, канал Бук-ТВ есть и в социальных сетях. Подписывайтесь на наш канал в YouTube. Встретимся снова в студии программы «Итоги недели» уже в следующую субботу. А сегодня я, Ирина Левчук, прощаюсь с вами. Всего вам самого хорошего и, конечно же, берегите себя, будьте здоровы.